Привет, ты на канале Майву, и это мое первое прохождение с голосом. Я знаю, что у меня голос как у старого Бердуна, но я постараюсь говорить наилучшим языком. Ну, приступим к игре. Игру я проходил давным-давно, вы найдете ссылку в описании. Но в этой серии я постараюсь отыграть за монолитовцев и пройти игру до конца. А что будет дальше, узнаете в этом серии. Ну что, пришло время для заставки. Вот, опять мы в этой игре. Давайте начнем же. Выберем монолит, как я и хотел. И выберем мастер. Локации и погоду мы не можем выбирать, потому что это нам недоступно. И в принципе никому и недоступно. Ее только можно скачать взломанную версию. Так, вот мы и начали. И мы начали в окрестностях Припяти. Так, мы оказались не так уж и далеко от противников. Кто тут у нас? Сталкеры обычные. Еще кто? А больше никто. Не, военные. О, Дегтярев. Да, Дегтярев ведь. Так, так, осторожно. Нам сейчас главное сейчас надо собирать артефакты. Без артефактов мы хорошее снаряжение не сможем себе купить. Так что отправим этого лидера и наймем бойцов, новичков. Всех сразу же. А не хватает. А трое тоже не хватает. Нет, давайте наймем для этого нашего... Наймем ему новичка. Антон Болт. Так, вдвоем будет веселее. Давайте, пацаны, захватайте точки. Так, пока тут... Пока тут их уже много становится. Если на всего лишь двоих их уже много. Ох, какие, а? Так, эти направляются куда-то военные. Мы уже захватили точку. И давайте пойдем уже... В аномалию пойдем, чтобы собирать артефакты. Так, пока тут все одиночки захватывают точки. А военные стоят на месте. И не двигаются. Ну, в принципе, могут пойти вот эти военные, которые захватили точку. И могут захватить нашу точку. В принципе, они идут назад. Так что нам нормально все будет. Так, пусть они артефакты ищут. Так, эти направляются сюда. Я не хочу с ними воевать просто. Проблем возит много. Так, сейчас у нас будет война между одиночками и военными. А, нет. Это... А, да-да-да-да-да. Сейчас будет война. Давайте пойдемте туда. Вдруг снаряга какую-нибудь возьмем. Сначала мы этот подлечимся. Чем он подлечит? Водкой. Чтоб у нас радиации не было. Так, там уже все друг друга добивают. Так что надо уже идти туда и добить их. И собрать все снаряг. Вот эти белые точки. Вот в этих трупах точно есть что-то... Халява какая-нибудь для нас. Вот и все. Наша точка. Так нам там бы лежит. Это кабан. Нам нет проблемы. Сейчас посмотрим, какая снаряга тут у нас. Опа. Сразу броник. Сейчас еще обычный. К нам бежит стрелок. Хочет... Пытается нас остановить, но у него не получится. Сейчас мы подлечимся. К нам бегут. Лучше отступать. К нам бегут. Сейчас и стрелка убьют. И нас могут убить, если мы не уйдем оттуда. Так, да. Военные выдвигаются в точку. Сейчас нам главное уйти отсюда и... И пойти в другую. Они, господи, они за нами идут. О, черт. Давайте, давайте, пацаны, убегайте. Убегайте. Все норм. Справились. Никаких трупов нет. Печально. Так, у нас еще одна надвигается. Еще отряды надвигаются. Опасненько, опасненько. Так, давайте еще одна на маме. Обычим. Пока тут у нас выдвигаются сталкеры. И сталкеры. А военные где у нас? А военных нет пока. Батарейка, я знаю, что очень хороший артефакт. Но, правда, радиацию дает. У нас есть что-то от радиации? Нет, от радиации у нас, к сожалению, ничего нет. Надо повесить хороший броник. Чем это с низкими-то... С плохими брониками, то есть, бегаем. Так, и эти пацаны у нас идут захватывать. Надо отступать. Надо срочно отступать. Так, этот мутант нам мешает. Давайте заберем у него части тела. И пойдем. Так, сталкеры у нас выдвигаются тоже. Они, в принципе, сейчас нам не волнуют. Нам сейчас главное накопить на хорошую снарягу и рулить. И захватить всю зону. В этом нам сейчас цель. Так, тут нам мутанты мешают. Где отсюда? Так, пацаны пока остаются на месте и не навигаются никуда. А военные где? Военные пока не действуют. Сейчас их захватит ихнюю точку. Ой, это же плохо будет. Они же потом респауниваются наверху. Ну вот, только выброса не хватало. Сейчас погубит нас всех. И никого у нас не будет. Так, тут вот у нас торговец. Давайте все продадим лишнее, что у нас есть. И артефакт продадим, колючку и слюду. А батарейку мы оставим. Батарейка нам нужна. КПП мы тоже продадим. ПДА продадим. И два обреза. Они, в принципе, это не нужны, потому что они очень близко стреляют. А нам надо дальники. Но только на дальних дистанциях справляемся с ними. Так, еда нам потребуется. Все нам потребуется. Вот оружие сколько стоит? Вот, две гадюки мы можем купить себе. Можем позволить. И поставить в себе. И своему другу. Но у него броня, конечно, намного лучше, чем у меня. Главное, что у этого отряда детектор есть. Так, давайте продадим все лишнее, что у нас есть. Так, сейчас у нас будет выброс. Надо укрываться в местах. И надо понаблюдать, как там у нас стоят обстоятельства в этой зоне. Действия. Пока у нас сталкеры захватывают, захватывают точку, надо убегать, потому что сейчас будут респауниться военные. Надо купить лекарства на всякий случай. Вдруг мы не успеем избежать на другую точку. Так что давайте закупим один антибиотик и уйдем отсюда подальше. Что, воина не респаунилась, что ли? Нет, они не респаунился. Где? У них еще одна точка есть. Да, у них еще их не точка. Так давайте отступать на всякий случай. Будем это в аномалиях шариться, чтобы собрать себе нормальную. Так, в этой локации можно спрятаться. Опа. Чуть не били наших. Такс. Пока все у нас хорошо идет. У нас сталкеры собираются в кучки. Нам сейчас пока это не волнует. Но сейчас главное собрать артефакты с аномалии. В принципе, мы можем подойти в одну точку аномалии. Главное, чтобы эти не двигались к нам. Ой, да тебе. Да, от нашего лидера убили. Ну, конечно. Хорошо, что я сохранился. И можно загрузить игру. Да, нормально все. Так, у нас пока все стоят. Надо мы тоже вместе. Как и были. Я хочу, чтобы их погубило выбросом. И мы соберем ихнюю снарягу. Так, так, так. Пока все нормально. Но эти сталкеры задвигались уже. А мы и зимка аномалии. На все плевать хотели. Как говорится. Так, этот мутант идет сюда. Они двигаться, к сожалению, не будут. Нет, двигаются. Да, они что-то ушли со своей точки. Неизвестно почему. Ну, сейчас главное, чтобы они все остались и на точке не пошли, чтобы они умерли от выброса. Там мутанты, конечно, сильные. Надо этот аномалии быстрее пошарить. Они собираются в одну точку. Как я вижу. Как мы видим. О, пенганский огонь нашли. Уже две батарейки у нас. Да, пока все идет тихо. Такие никакие действия не происходят. Да, мутанты, конечно, нас очень сильно. У нас еще аптечек нет. Так, посмотрим, что мы нашли. Мы нашли... О, радиация минус пять. Нет, нам голод не нужен. Голод это нам сильно мешать будет. Передвигаться по зоне. Так что эти артефакты идут на продажу. Так, у нас радиация. Надо выпить водки. И еще одну водку выпить. И пойти продать все артефакты, которые мы собрали в этой аномалии. В принципе, мы можем еще и захватить эту точку. Исследовать я здесь ничего не буду, потому что там ничего хорошего нет. Потому что я эту игру проходил. Так что... Вот я знаю, что здесь... Вот в этой зоне есть детектор какой-то. Детектор Велес. В этой части зоны есть детектор. И артефакт, по-моему, хороший есть. Все, мы захватили точку. И можем отправляться обратно. К себе. Домой. Так, ну, как всегда, на нашей базе всегда мутанты тусят. Та, нам не хватает очень сильной снораги. Или нам лучше нанять одного бойца. И ему купить ему гадюку, чтобы у нас урона больше было. Сейчас мы, в принципе, так и сделаем. Так, кого мы можем нанять? Александр Ухар. 8700. Та нормально. Пойдет. Нам лишние... Лишние... Лишние друзья нам не помешают. Давайте продадим все лишние артефакты. И части мутанта. Батарейки я не буду продавать. Они очень, очень хорошо решают. Так, купили мы гадюку. И поставим вместо пистолета, который не нужен. Ладно, дорогие друзья. Пора на этом заканчивать. Я думаю, что эта серия короткая получится. Но в следующий раз будет подлиннее. По 16 или по 20 минут. Но... Пора заканчивать. Ладно, друзья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВК. Все это будет в описании. Но мы увидимся в следующем серии. Вот как раз закончим серию под выбросом. Да, нормально, выжили. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok